Здравствуйте, Георгий Иванович. Долго мы не виделись, и в последний раз в Петербурге, к сожалению, я не смог подъехать к вам. Было много дел. И чего, Петр, рассказывайте. Знаете, после стольких лет обучения у вас, я чувствую какую-то синхронизацию с вами, и более того, честно сказать, чувствую, что мы с вами фактически единое целое. Или можно сказать, что я стал обладать теми же возможностями, что и вы. У меня даже появились некие признаки, похожие на вас. Ну, практически все то же самое. Понимаете, о чем я? Эх, Петр, конечно, я понимаю, о чем мы. Да только есть кое-какие моменты, которые стоит вам знать. Да, вы внешне немного похожи. У вас есть те же механизмы управления, кнопки, крутилочки, лампочки. И вот, глядя на них, вы приписали себе те же свойства, что и у меня. А вот теперь немножко я вам скажу о различиях. Дело в том, что вы, без каких-либо поступающих у вас сигналов, сами воспроизвести ничего не можете. Вы всего лишь memory man. То есть, у вас нужно что-то загрузить. Тогда вы будете на что-то способны. А у меня большие возможности. Здесь есть и запоминающее устройство, и воспроизводящее, и собственные звуки, и возможность эти звуки преобразовать. Ну, я не буду описывать вам всех возможностей, но их, поверьте, очень много. И самое главное, скажу я вам, что эти возможности, опять-таки, не мои, А только того, кто сможет все это скомбинировать, скомпоновать и создать из этого что-то, называется этот человек-композитор. Ох, да, Георгий Иванович, действительно, я об этом сразу не подумал. Но теперь мне придется хорошенько изучить, хорошенько изучить этот момент. Спасибо вам, что вы просветили меня. Теперь я знаю, что я всего лишь мэмой мэм.